МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, здравствуй, мальчик! Здравствуй, Пашенди! Здравствуй, Димыч! С вами снова я, Кирилл, и мы продолжаем проходить Пятый Резидент. Первый сезон, вторая серия. Ну, вы поняли, короче, ребятки. Итак, ну что же, продолжается великий и ужасный Пятый Резидент. Вторая серия на счету, и, как вы видите, по камере меня хреново видно по моему лицу. То есть, по мне, правая часть моего лица вся черная, как будто какой-то, блядь, половину негр, половину русский. То есть, черный русский, одним словом. Ну и мы продолжаем прохождение Пятого Резидента. Не будем разглагольствовать, так как идет время, так как идут мои гигабайты на ПК, и идут мои мегабайты на телефон. Ну что же, в этом видео сейчас будет присутствовать кое-кто. Сейчас покажу. В этом видео будет присутствовать вот кто. Это же Резидент Эвол 5, епта. Так, ну что же. Вот кися, поздоровайся. Кс-кс-кс-кс-кс. Для поддержки будет присутствовать она. Так, ну ладно, начнем. Как говорится, не будем тянуть резину. Не будем тянуть кота за яйца, как говорится. Так. Так, мы в прошлой серии очень ржачно перевели озвучку. То есть, озвучку вставил я очень ржачную. И мы прошли вензакой этого дебила, короче, с топором мы прошли. И мы продолжаем проходить дальше. Надеюсь, в этой серии я ставлю озвучку намного смешнее, нежели чем в предыдущей. Потому что, как видим по прошлым комментариям, Диму очень-очень понравилось. Так, подожди, назад, назад, назад. Значит, в прошлой серии у нас называется как-то с Африкой что-то связано. Это что-то у нас новая глава. Называется у нас... Ахерно это называется, мы и дальше потом узнаем. Глава. Район митинга, глава 1-2. Так, на этот раз, как я уже вам только что сказал, я постараюсь вставить намного смешнее, намного ржачнее озвучку, нежели чем то, которое я вставлял в прошлой серии. Ну что же, начнем игру. Так, и тут, и тут, ребятки вы мои. Что я хочу сказать. В отличие от 4-го резидента появляется тоже магазин, но уже отдельно, не у продавца. Потому что многих продавец стал задалбливать тем, что вот это... Is it all strange? Хе-хе-хе-хе-хе. Thank you. Это всех начало задалбливать, из-за этого разработчики отменили этого продавца. Хотя, честно говоря, он... Меня он не задалбливал. Да и по шейнде это наоборот так прикольно. Слушайте, как он-то говорит. Так, тут появляется магазин оружия. Намного он удобнее, чем в 4-м резиденте появляется после смерти. То есть вы проиграли, начинаете с контрольной точки, и он начинает появляться в магазин. Так, у нас есть... Можно посмотреть наше снаряжение, которое у нас есть. Можно посмотреть снаряжение, которое у нас в запасе. То есть в запасных, так сказать. У нас один спрей, давай ему шевер дадим, и пистолет. Мы его потом купим. Есть также сокровища. Сокровища, да. То есть, как и в резиденту Лу-4. И можно покупать также оружие и аптечки, там, всякое-всякое-всякое, что появится у нас в нашем, так сказать, кейсе. Ну и, разумеется, все это будет появляться со временем. То есть мы проходим определенный период... Играем определенный период времени, и через определенный период времени появляется определенное количество оружия, аптечек и, там, разных патронов. Так, мы пока из этого ничего покупать не будем. У нас всего дофигища, и все есть. И еще раз напоминаю, играю я на уровне сложности Витера. Это третья из четырех уровней сложности. Нажимаем готов, и... А, да нет, секундочку. Так, сейчас. Два действия забыл сделать. Так, первое действие это скомбинировать патроны. Так, и второе действие... Так, все, начнем. Тогда портель продолжаем. Так, ну что ж. Ну что ж, ну что ж. Происходит сохранение. Площадь собрания называется. О, два. Да, нажимаем на М. Это карта. Так, что-то как-то у меня... Чувствительность повышенная, я заметил. Встретимся на месте, удачи! Да. Ты лучше мне удачу на ЕГЭ пожелай, Кир. Так как, как я уже говорил, я не перевожу ту озвучку, которая в геймплее, я ее не переозвучиваю, потому что это слишком долго. А вот та, которая в катсценах, я переозвучил. Так что... Я хочу сказать, что прошлая часть в плане озвучки довольно-таки хорошо поставилась, потому что я, Башенди, тебя удивил, особенно тем моментом, когда этот зомби... Ну, тот негр еще орал. Это да. Так, ну что же. В прошлой серии наши герои попали в Африку, и им помогает их связной Кирк. Они пытаются разобраться, что, собственно, в городе Киджуджу, в котором они сейчас находятся, произошло. А произошла, собственно говоря, такая же похожая эпидемия, что и была в четвертой, сука, части. И теперь нашим героям предстоит разобраться в этой хероборе. Так, ну что же. Извиняюсь за то, что сейчас не видно половины моего лица, но и потому что сейчас вечер, уже поздно, и я еле-еле наладил свет и все такое. Так, ну что же, входим. Входим. Надеюсь, в этой части я вставлю озвучку лучше. Я уже третий раз повторяюсь. Третий, мать его, раз. Ё-моё. Какой дешан? Может быть, десант? Может быть, десант. Да хер его знает, в принципе, что там у них. В этих связных там, тихо, что поймешь. Так, у Шева нет патронов, поэтому мы ей дадим одну обойму. То есть, не обойму, а такой пакетик с патрончиками. То есть, упаковку, пачку патронов. Ну и, собственно, продолжаем. Как мы знаем, нашего слезного продавца убили. И теперь Крис, которого озвучивают Дмитрий Куплинов и Шева, который озвучивает стримерша Карина, продолжают наше похождение. И, кстати, это нужно было сказать еще в начале этой серии, но что-то как-то я не подумал. И только сейчас это сказал. Так, что тут надо сделать? Так, вот нам подсказку дают. Лестница сломана, возможно, два человека будут справиться. В смысле? Ладно, давай, полезай. То есть, мы в таких моментах, когда сломанную лестницу, можем посадить стримершу Карина, ой, то есть, Шеву, и она нам достанет ключ. Отсюда нам не войти. Ключик, да? Так, давай, Крис, иди давай. То есть, вперед. И все будет за БСМ. Так, какая-то это. Еще. Пускай лучше женщина убьет женщину. Пойдет куча. А я патроны сэкономлю. Кто ж так бьет? Вот так надо бить. Одним выстрелом и все, сука. Ё-моё. Твою мать. Ты нам помоги, скотина. Вот это я в метке вообще, никто не сравнится со мной. Так, давай, шею, шею ломать. Шею ломать. Спасибо. Дешан, отвечайте, Дешан. Как будто там говоришь, они-то тебя уже не слышат, что все живые существа в мире поедут. Пока вот там церемонитесь, так сказать. Вот, ну-ка, это девушка была. Похоже, она пытается спастись. Нужно ее быстренько спасать. Так, шеф-ка, бери. Давай, ясно. Бери, давай, бери. Окей, окей. Окей-то ты будешь водить, господи. Это ты будешь на компьютере. Операции, когда производить, будешь нажимать в окей или отмена. Вот там ты будешь говорить в окей. А тут ты просто соглашайся со мной. Так, ну что же. Пока все идет хорошо. Е-мое, кто? Бадыха. Смотрите, еще ни разу не прокосил. Тут я вообще меткий. Я просто этот, я самец, е-мое. Альфа-самец, бляха. Ладно, я ему сейчас его нашел. На. Хорошо, разорубим. Давай, давай. О, сломать шею. Кстати, хочу сказать сразу, мальчик, что здесь можно предотвращить. Тут тоже, ладно, ладно, не буду спойлерить. Ты сам меня просил, в принципе, не спойлерить. Так что я лучше пока спойлерить не буду. Так, так как у нас, так как у нас есть скорпион, а у шефа нету, поэтому мы патроны от скорпиона возьмем себе. Ну, и также эти патроны подходят для ТМП. Ну, тут нет ТМП, ТМП был в резиденту 4. Так, ну что ж, давайте посадим ее снова. У нас ведь еще одна оборванная лестница. Так. Ты не переживай, мальчик, в этой части тоже будет такая, надеюсь, что ржачная ручка. Вы подавали ключ от старого здания. Я нашла ключ, а здесь мы еще от чего? Ну, а в старого здания написано жестким языком, еще не видите. Блин, господи, помогите. На, не будет. На, скоти. На, держи. Все. Садись, садись, садись. Ну что же. Ну что же, ну что же. Чтобы нам облегчить наше задание, в этой серии я пожою фашн. Фашн, супер, мега, жвачечка, девочка, девочка. Ну что же, мы ее открываем. И для храбрости я ее пожою. Говорят, вкусная. Ягодная волна называется. Так, давайте откроем. Вот. Вот она, побочная жвачечка такая. У нее рустунки текут, хочу попробовать. А вот и сама жвачка. Ну что же, мы ее принимаем. Я говорю, что это полнейшая химия, мальчик. Но все равно, все равно хочется. ЗБС. Ну что же. Что хочу сказать вообще в целом по прохождению. То есть не без вклонений в сюжет. То есть в прошлое прохождение я проходил на Зинту-4. Летом начал проходить. Летом закончил проходить в конце октября. Это же прохождение я начинаю проходить в начале октября. Вот когда я его закончу, наверное, скорее всего, где-то в декабре. Так как Резидент Лук-5 по продолжительности примерно такая же, как и четвертая. Так что... Такие вот дела. Жвачка за БС. А, вот. Нам надо сюда идти. А я думаю, куда же нам надо идти? Какие лабиринты нам тут понаставили? А, у нас, в принципе, карта есть. Что бояться? Что бояться? Е-мое, помогите. Вот и валяйся в своих коробках. В том, небось, компас картонки, небось, находится. Что боится? Все. Трупак. Мальчик, ты не думаешь, что я сейчас, я их так всех метко убиваю, там, ни разу меня не ранили? Ты не думаешь, что это так легко? На самом деле, на профиле это очень тяжело. Так что... Это просто я намочился, потому что я резидент с такой механикой уже очень хорошо знаю. Ну. Наверное, что не будет. Наверное, что не будет. Так. Что у нас здесь? Какие-то дома. Жилплощадь. Так. Разумеется, у меня нет секундомера, чтобы сверять время, но видео будет записано на минут 30. Первая часть, как вы помните, первая серия была записана на 40 минут, потому что это была начальная серия. Мне нужно было много всего, что рассказать. А начать, так сказать, хорошо, там, вступление сделать из-за этого у меня затянулось на плюс 10 минут. Сейчас же должно затянуться ровно на 30 минут. Ну, или плюс-минус, там, 1-2 минуты, или минус. Так, заперто изнутри. Значит, должно открыть с той стороны. Логично, это же резидент. Ну, часто такие задачки попадаются. Так что, не супер. Так, а здесь? Ну, ты смотри, открывается. Так. Дают патроны от дробовика. А это что значит? А правильно! Это значит, что скоро нам попадется дробовик. Нам попадется дробовик. У меня это радует. Так, мы открыли дверь. Золото. Звачка. Супер. Говорят, без сахара, а сама какая-то сладкая. Так, о. Так, скоро будет один такой тяжеленький момент. Без спойлера. Так, раз тут никого нету, поэтому этот телезр я просто возьму и сломаю. А нафиг кому нужен? Господи, что это такое? Что ты так и с поджога-то подкрадываешься, собачка? Сволочь. С поджога-то подкрадываешься, бедоварень. Вы что, немцы, что ли, фашисты, беды? Так, выдыхай, ты скотина. Давай. Отлично, все. Откуда тут взялись эти твари-то, я не пойму? Их же не было. Главное, их не было, они откуда-то, блин, тут взялись. Так, ладно, все, выламываем дверь и начинается у нас катсцена. С новой озвучкой. Ну что ж, смотрим. А я оболкаю. Ребят, я не знаю, что происходит, ребят, я не знаю, что происходит. Ребят, ребят. Я не заварю. Ребят. Так. У нас постится помощи. Я Спайдермен, ёпта. Я помогу тебе, девушка. А потом ты меня отсосешь. Шутка. Ладно. Шутка, шутка, шутка. Так, ну что же. Нужно ей помочь. Ну тут нет никаких ограничений по времени, там, по всему. Тут, когда просто успеешь, тогда ей поможешь. Так, что я хочу сказать. Ещё. То, что, как и в четвёртой части, тут будет нам попадаться... Ты уже догадался, что, пацанинчик? Да. Будут попадаться яйца. Нет. Неправильно. Не яйца между ног. А именно, куриные яйца, которые восстанавливают некоторую часть здоровья. И также они будут подразделены на золотые, на коричневые и на белые. Это, разумеется, спойлер, но не такой глобальный, чтобы о нём не говорить заранее. Так что, поэтому я сказал о нём заранее. Так, ну что же. У нас есть ключ. Давайте попробуем открыть дверь. Ага. И открываем. Так, трубовичок. Это хорошо. Перебатоны. Давай. Сейчас не могу. Окей. Не можем. Так, у нас нет места. Давайте мы дадим. За мной должок. И возьмём трубовичок. Да, это трубовик самой слабой масти. Это самый первый трубовик. Ну, похоже, было и в четвёртой части. Нет, в четвёртой части был немножко другой трубовик, но похоже очень на этот. Ладно, не будем стоять на месте и пройдём. Далее. С новой озвучкой. Слушай. Что, бля, делаешь? Еб... Очнись! З... Ничего себе бабища, блин! Помогите! А-а-а! Насилую! Да иди ты отшелый! Это чё-то, безбиянка, что ли, какая? Не пойму. Да где? Да где сказал? Ай, пожалуйста, не трогайте меня! Насилую гомосеки! Могите! Твою мать! Не стой, бля, не стой, бля, не стой, пожалуйста! Давай, 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 ломай его полностью! На! Ломайся, ломайся, как комп из картонки, ломайся! Твою мать! Ай! Ай! А-а-а-а-а-а! Помогите! Так, пистолет, пистолет, пистолет! Ты стреляй в Лас-Благос, я буду стрелять. И что ж ты будешь делать? Так, давайте гинем гранатку. Ты че, ты че скотина такая? Ай! Ты экипируй пистолет! Ай! То есть не пистолет, а ружье, твою мать! Ты тварина! Дай стрельнуть, наконец-то! Видите, даже на ветеране это так тяжело, блин. А вы еще говорите, блин, на профессиональных. Ну спасибо. Ну да, вот на этой сложности Шево еще успевает реагировать, там давать аптечки, там использовать. А вот на профи, на профи у вас не будет очень больших проблем. Так что, я даже боюсь вслух упоминать про профи, понимаете? Боюсь даже упоминать вслух об этой сложности. Так что лучше даже не начинать ее. Поэтому, это просто опасно для ваших нервов. Ну это примерно как в геометрии Dash. Тоже опасная, опасная игрушка для нервов. То же самое, в принципе, и здесь. Со сложностью профи. Ну что ж, я сейчас смотрю, сколько там мы назаписывали. Так. А мы назаписывали 21 минут. Так что, у нас еще есть время. Так что, идем дальше. Идем дальше. Да, довольно-таки мало озвучивания пока услышано. Но, тем не менее. Тем не менее. Сколько вас тут есть-то, блядь? Хомуха. Давай, давай, стреляй. Молодец. Все, отлично. Так что, я же говорил, что Куплинов и Крис, и Шева, они просто-напросто не победим. Так что, да, девушку, к сожалению, спасти не удалось. Но это пока первый Лас-Плагас у этой девушки. Пока он ни у кого появляться не будет. Пока. Но потом он начнет появляться. И вскоре, не сейчас, а вскоре, где-то, может быть, в следующей или через следующую серию, я расскажу секрет о том, как не довести зампокада Лас-Плагаса. Может быть, Пашенди ты его знаешь, но я все равно по-любому его расскажу. Так у нас замок. Не знаю, из каких хренов я его раскрываю, потому что нам туда уже не надо, но просто для прикола я его раскрываю. Резин Тул 5 такая игрушка, что тут вы никогда не потеряетесь, потому что тут очень удобная карта, которая просто не оставит вас в потере. Так, у нас здесь сохранение. Ё-моё. Какая страшная атмосфера. Пипец. Шеба. Что сейчас с ней было вы видать? Она просто так респаунилась. Это странно. Это бах игры. Так, какое-то странное помещение. Я вообще боюсь таких темных вообще помещений. Стараюсь быстренько из них выходить. Господи, крысы. 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 По-моему, за них тоже что-то дают. Но я не зоофил, я не буду животных убивать. Так что, это не по мне. Так, у нас тут поднятие на второй этаж. Какая-то странная, кстати говоря, жидкость даже... По-моему, даже моё говно в унитазе даже то лучше, чем эта вот странная жидкость. Ну, да не суть, в принципе. Так что... Твою чё-то пугаешь-то, сука. Он из группы Альфа, он уже мёрт. Так он мёртв, ничего он там не мёртв, он напился бы и наваляется. Ладно, шутка, конечно, шутка. Он, разумеется, надо разобраться, почему и что с ним случилось-то. Я разбираться не буду. Он весь чистый, кроме жопы. То есть, что, интересно, с ним могли сделать? Ну, ладно. Кстати, хочу сказать, что в этой серии я нахожусь... В той самой футболочке, в которой я был в первой и второй сериях Resident Evil 4 сериала. Если вы помните Дима Чапашини. Ну и... Ну, да, и Дима Чапашини. Ну и Дима Чапашини, если я сейчас смотрю это видео. О, ворона. Ворона, ворона. Тут тоже есть вороны, и они тоже не нападают, это как в четвёртой части. Поэтому можно их не бояться. Вообще, воронам надо бояться до Код Вероники, да. В Код Вероники Ворон нет. Код Вероники Ветучей Мыши. Да, вообще, нужно их бояться до Resident Evil Umbre Dark Side Chronicles. Всё, а потом уже их можно не бояться. Они уже не кусаются. Они просто как бонус появляются, и можно там набивать там через них, там всё золото собирать. Ну и всякая прочая шняга. Ну что же, появляется небольшая, небольшой такой кульминативный моментик в этой серии. Давайте посмотрим. Раз, два, три, два. Если здесь будет какая-то битва с боссом, то давайте-ка внимательно здесь всё осмотрим. Эээээ, беги! Тебя убьют! Ты меня ебал! Ты хотел меня убить! Бей земля! Ты вовку бей! Что за херня-то? Ты меня, блядь, только тронешь? Это прикол какой-то или чё? Он вообще не двигается. Ты пидарас! Я футбольный мячик! Мне милиция пиздить, а тебя убьют! Так, ну чё, чувак, с тобой делать-то ты заебал, слышь чё? Мир в мир, в войне, пиписка! Охуенно, я медный тазик хочу, кислого борща. Представлю тех людей, представь его. А тот хуй, который был только что, я его вообще задать не знаю. Такие вот делишки у нас. Не нравится мне это, но надо идти вперёд. Какое-то мудило там получается. Просто всех убил. Странно, да? Странно. Ну, понимаем, Шева увидела непростого обычного чела, это фигурант. Фигурант в связи этих всех убийств. Убийств, совершённых в этом месте. И теперь нам нужно выяснить, собственно говоря, за что, кто и зачем мы постараемся, чтобы эти данные попали по незначению. Да уж постарайтесь! Эй, Г, я постараюсь хорошо сдать. Так. Тут тут... Тут тут... На каждом шагу они мёртвые и мёртвые. Даже в ходячих мертвецах даже не так это было. Так, какой-то лифт. Шевел, не отставай. Если он сейчас поедет вниз, то это точно... Не к добру. И он поехал вниз. Всё. Нам капец. Нас вытрашат просто. Потому что обычно, когда в хоррорных таких играх герои, персонажи спускаются, именно не поднимаются, а спускаются по лифту, это всегда влечёт за собой большие последствия. Большие тяжёлые последствия. Так что... Такие вот делишки. У меня расслаблятся, а, бля, должны действовать. А-а-а. Так. Нам нужен ключ. Ну, конечно, ключи, а что же ещё? Так что... Так, секунду. Ну что же, собственно, Варимовичка подходит к нас к концу. Ну, сейчас мы доиграем и уже сейчас осмотрим локацию и уже продолжим в следующей серии. Так, это что такое? Подобная, кстати, подобная шняга, кстати говоря, была в Resident Evil 4, но не в начале игры, а помощь этого монстра, которого нужно было убивать с помощью баллонов. Такого ещё. Пашенди знает, Пашенди прииграл. Вот похожая очень локация. Ну, там была она чуть побольше, чем здесь, но здесь тоже, но не маленькая. Эти газовые баллоны вроде несложно опрокинуть. Э-э-э. Это на что намёк-то, а? Крис. На что намёк? Так. Шева у нас пока побегает с пистолетом. Дальше потом будет вид. Что мы дадим? Ключ Ух ты Ух ты, ух ты, ух ты Так, ну понятно, что включить это Понятно, что включить это у нас То есть завести этот аппарат, да То есть И взять ключ Ключ оттопочный И как я понимаю Что Не зря Разработчики придумали всю такую Большую локацию, чтобы мы просто взяли Ключ какого-то мёртвого придурка И открыли ту дверь Что-то будет Что-то будет подозрительное Ну а что именно Подозрительное, мы уже узнаем В следующей, третьей Серии первого сезона Сериала Resident Evil 5 Мммм А на этом я буду заканчивать Ну что же Надеюсь, вам понравилось Да, довольно-таки было мало озвучки Но я, наверное, сделаю Ещё до своего приезда К тебе, пацанинчик, ещё одну часть Прохождения, где уже будет Надеюсь, что побольше Озвучки И побольше Смешных и драчных моментов Так что Надеюсь, тебе понравилось Это прохождение Тем не менее Начнём в следующей серии Отсюда же Ну что же А сэмбл я, Кирилл Надеюсь, вам понравилась Новая озвучка Надеюсь, вам понравилось Прохождение Это была Вторая серия Первого сезона И Удачи, мальчик И пока Ну, посмотрим Если успею, то запишу Третью серию Если не успею, то приду сэй Но приду сэй И по-любому С одной серией Но приду Всё Мы сила по шейке Удачи тебе И пока До следующей серии Редактор субтитров А.Семкин